Заседание правительства начинают торжественно. Губернатор Дмитрий Мезенцев вручает памятные награды экипажу вертолета Ми-8. 9 октября воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за сложных метеоусловий в Забайкальском крае. Туда экипаж был направлен для тушения лесных пожаров. Дмитрий Мезенцев отметил героизм летчиков и поблагодарил их за предотвращение авиакатастрофы. Сразу после поздравлений переходит к повестке заседания. Первый вопрос обсуждения основных параметров областного бюджета на 2012 год. С докладом выступает министр финансов области. Алексей Зизуля рассказывает, доходы составят более 71 миллиарда рублей, расходы более 74 миллиардов. Основными источниками наполнения областной казны остаются налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Дмитрий Мезенцев отметил, что в целом направленность главного финансового документа при Ангаре – социальная. Кроме того, в бюджете 2012 года планируется предусмотреть расходы на поддержку инвестиционных проектов. Мы сегодня более не имеем права оставаться вне программ поддержки инвестиций, как в промышленный сектор, так и в инфраструктуру социальной сферы. То, что произошло в этом году, по сути дела, беспрецедентный шаг, шаг единой правительства области, губернатора и законодательного собрания. Когда, по сути дела, две сессии законодательного собрания, июньское и сентябрьское, увеличили расходы областного бюджета почти на 10 миллиардов рублей. Так губернатор предложил предусмотреть в бюджете будущего года 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов в промышленности. Еще 330 миллионов будет выделено на софинансирование бизнес-проекта в сельском хозяйстве. Министр Алексей Зизуля рассказал и об особенностях бюджета 2012. Главное – перераспределение полномочий. Так полиция общественной безопасности за следующего года будет финансироваться за счет федеральных средств. При этом на областной уровень передаются полномочия по мероприятиям, связанным с занятостью населения, по устройству детей-сирот семьи, финансированию ряда федеральных учреждений среднего профессионального образования. Говорили о передаче муниципальных лечебных учреждений, всего в Приангарии их 130, на региональный уровень. Нам выгоднее в полной мере воспользоваться переходным периодом, учитывая отличительные особенности нашей Иркутской области. И не подвергать систему межбюджетных отношений изменениям. Но при этом, сегодня губернатор это подчеркнул, мы должны исходить из крайнего варианта, что переходный период не будет принят. Мы к этому тоже готовы. У нас произведены расчеты, необходимые изменения в законы. Это будет закон о межбюджетных трансфертах. Это будет отдельный закон о субвенции, которым мы будем передавать деньги. Высказали свое мнение о финансовом документе и депутаты. Так, например, говорят парламентарии, нужно продумать сбалансированность местных бюджетов. Также необходимо учесть увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. Это прежде всего на будущий год необходимо предусмотреть выравнивание заработной платы для педагогов образовательных учреждений и доведение ее до средней заработной платы по экономике. Это необходимо подтянуть заработную оплату педагогов в дошкольных образовательных учреждениях. Всего в повестке этого заседания правительства было 10 вопросов. Так, например, обсудили подготовку и утверждение документов территориального планирования в муниципальных образованиях региона. Пока она проходит неудовлетворительно. Документы нужно подготовить еще 391 муниципалитету. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что эта работа должна быть выполнена как можно быстрее. И в ближайшее время вопрос будет обсуждаться вновь. Вероника Титова, Александр Пахомов. Новости сейчас.